Субтитры делал DimaTorzok Доброго здравия Владимир Иванович, рад видеть, рад побывать у тебя в гостях, мы сейчас находимся у тебя в гостях. Я еду к Владимиру Шумову по заявке телезрительницы. На самом деле, изба – это формула. Ну, расскажи. Изба равняется. Больше плюс меньше. Разделить на среднюю. А хорома тогда что это? А в условиях хорома написано «ОРМ». Четыре третьих ОРМ. Четыре третьих предел. Стороны сакральной тревоги. Именно, собственно, для этого и создается родное видение. Не телевидение с приставкой «Теле». Знаете прекрасно, что означает приставка «Теле». А родное видение. Как мы это все понимаем, как мы все это видим. Какие у нас есть знания. Мы сами себе их показываем, преподносим, сами себя учим. Девятого государства, царства. То есть выходить за Солнечную систему. Выходить на космический вселенский уровень. Потому что вся таинство, волшебство, полифония и образность русского языка размыты, уничтожены, утеряны. А где эти коды можно найти сегодня, чтобы это все вернуть? Ну, вот только этим сейчас в основном занимаемся. Поэтому создаем русскую школу русского языка, выкладываем в уроки и так далее. Для того, чтобы, понимая, что сегодня это самое главное. Вот как ни странно, но инвентаризация проблематики существующей показывает на то, что необходимо вернуть понимание смысла и значения русского языка. И только в этом состоянии начинается работа, не борьба. Мы несем волну, начинается работа, потихоньку работа, работа, работа. Именно везде поднимаем и заводим. Самое большое оружие, которое мы можем с собой взять, это любовь. Пойдут массово, просто-напросто, интервью, массово лекции всех людей, которые вы считаете необходимы, у кого надо взять интервью. В первую очередь. Вот этих людей мы будем интервьюировать. Вот этих людей лекции мы будем выкладывать у себя на каналах. Мы будем этих людей тормошить, просить лишний раз выступить, лишний раз лекцию какую-то дать, чтобы они поделились этой информацией. И намного быстрее пойдет. А если мы этим людям еще будем оказывать взаимопомощь, что это будет? Представляете, что будет, если у Говорова будет достаток во всем? Он же сможет строчить свои работы, как не знам о что. Нарисую гирьки, противовесы. Чтобы не весить. Рычаги, верьте, влазь. При малейшем колебании эта система просто грохнется. А ответственности за нее никакой нет. Получается так, что русский мир, мир белосвет, находится там, где человек живет. В традиции. В традиции. Да, все. В традиции, веков, в культуре. Вот там есть Руссия. Но при этом очень важно понимать, что это не обязательно какие-нибудь вышиванки, какие-нибудь архаические слова. Вы не поверите. Ну, прикиньте на калькуляторе. 5 рублей. 5 рублей в месяц надо перевести Леши на славянское радио, чтобы славянское радио существовало. А если, не дай Боже, вы переведете вместо 5 рублей, 6? Это просто капец. Это Леша сможет ездить на Канар и раз в год отдыхать в отпуск. Так, говорим. Вот. А если, не дай Боже, вы вместо 6 рублей в месяц переведете 10 рублей? Вот тогда мы становимся сильны. Тогда приходит сила. То, что в казачестве мы с тобой упоминали, то, что характерники достигали. Человек становится всего лишь проводником. Проводником мыслей, сил, функций божественных, возможностей божественных. А вот способы, да, способности, которые у всех у нас есть, это и есть методология проявления возможностей. Я скажу так, что люди, реальные, с благих побуждений, есть, которые могут помогать друг другу, которые могут жить роем. Я был в шоке, услышав, что у нас теперь государство услуги предоставляет вместо обязанностей в выполнении. Они услуги нам предоставляют. А кто-то вещает. Будет говорить этот канал только лишь о том, о чем вы посчитаете необходимым вам говорить. Открываешь так называемое народное видение, да? Новый канал, там это замечательно все. Я говорю, ты чего сюда приехал? Ты с чем приехал? Ты не понимаешь простейших вещей. А лезешь, мол, ты по-русски можешь развивать? Получается, человеческий организм, это вот тоже, я не знаю, некий инструмент, звучащий. Откуда взялся подсознание? Да, да, да. Звон тот самый. Да, да, да. То есть получается, вся физика, химия, математика, все это входит в единое целое. Ну, пора понять, что человек, это сверхсложная конструкция, созданная на базе высочайших знаний, а не теории эволюции по данным. Это человек, это Бога-человек, дальше Бог, Творец, то, что я говорил, Абсолют. Но принципы космические, они везде так же отображены. Называется распаковывается, распаковываются люди, соединяются со светом. Но некоторые, то есть соединяются с любовью. Здесь огромная, безусловная, любовь. Но вот эти все вещи, которые вот здесь, гордыни, блоги, все, они вот так берут, а от этого убирают. Я вам все рассказываю, то, что я вижу. Я вам рассказываю свое видение, что ко мне приходит, что я вижу, что я вижу на своих клиентах, и как я с этим справляюсь. И каждый, кто желает, я каждому передам знание. Только-только тогда, когда человек осознает, что это у него есть. Как раз сейчас общий закон о вероознании единый, то есть в случае не философии, не патологии, то есть три пути познания реальности. Но эти три пути познания реальности выведут человечество на уровень отпутного знания, то есть эзотерики. Вот куда-то. Почему это было отобрано? Нам дали только что? в науку, в материальный план, и все. А эзотерическое все было... Да, на косметический язык, да. Правило-то простое, элитарное. Да столько еще нет. Всего нам всего 5 рублей в месяц. 5 рублей в месяц. А если у вас соберется таких зрителей, уже, скажем, не 12 тысяч, а, ну, я не знаю, 200 тысяч, господи, да по одному рублю. И то это уже будет выше крыши. Нет, вот то, что сейчас ты говоришь, это, конечно, сложно, а ты где-то понимаешь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok